В Национальном центре медицины провели настройку и подключение кахлеарных имплантов. Дети впервые в жизни услышали звуки окружающего мира. Напомним, первую в Якутии операцию по кахлеарной имплантации провели месяц назад. Ее сделали пятерым абсолютно неслышащим детям. Оперировал ведущий от Арина ларинголог России Диаб Хасан. Тему продолжит Марьяна Кутукова. О том, что годовалая Алиса ничего не слышит, мама начала подозревать с шести месяцев. После обращения к врачам им сразу же сообщили, что будет операция. К счастью, она прошла успешно. Их выписали на 10-й день. Реабилитацию мы прошли здесь, в медцентре. Алиса очень хорошо перенесла операцию. После выписки все быстро зажило. Алиса даже ничего не трогала, не обращала внимания на имплантат. Как признался врач Антон Мачалов, который специально приехал в Якутск для подключения и настройки речевого процессора, когда дети впервые слышат окружающий мир, они реагируют по-разному. Кто-то плачет, а кто-то молчит. В случае с Алисой произошло первое. Быть может, если бы не было много народу, она бы пристально прислушивалась к этому миру. Сегодня Алиса услышала звуки не тише 50 дБ. Полную реакцию на звуки можно будет увидеть в воскресенье на третий день. Скорее всего, ребятишки сегодня ближе к вечеру устанут, потому что это очень большая нагрузка на слуховой центр ребёнка. Завтра совместно с сурдопедагогами мы начнём настраивать более детальный речевой процессор, прорабатывать все звуки, различные частоты, соответственно, чтобы ребёнок мог слышать более полноценно. И к завтрашнему дню мы должны добиться, чтобы ребёнок начал слышать уже шёпотную речь. В Якутии востребованность в таких операциях есть. Как и во всём мире, здесь на тысячу детей рождается один глухой ребёнок. Драгостоящая операция до этого момента проводилась лишь за пределами республики и стала возможной благодаря заключению соглашения о сотрудничестве между Научно-клиническим центром России и Минздравом Якутии. Чем раньше делается эта операция, тем лучше идёт реабилитация. Есть случаи, когда эти операции делали в 6 месяцев ребёнку. Эти операции можно делать и взрослым. Поэтому делать эти операции, кухлярные импланцации в нашей республике, это будет большим прорывом для нашей якутской оториоларингологии. Мы готовим специалистов, они у нас обучаются. Впереди у маленькой Алисы, её мамы, а также других детей достаточно долгий путь привыкания к новому слуховому аппарату. Это всё равно, что учить новорожденного ребёнка говорить, слышать и принимать окружающий мир со звуками. Главное то, что благодаря этому историческому событию, проведению кухлярной имплантации в Якутии, в будущем тысячи детей, как и Алиса, не будут ограничены в своей жизни. Марьяна Кутукова, Илья Жараев, Якутия. День за днём.